всем доброго здравия и я снова рад вас приветствовать на авторском канале роман зайцев живу на 2 приглашаю посмотреть данное видео через хостинг ютуба и подписаться на мой канал потому что как уже проговаривалось здесь часто раздаются горячие пирожки и вкусные плюшки тема сегодняшнего ролика это продолжение управления до мкд по улице сибирская 116 город николаевск на амуре как уже проговаривалось управление осуществлялось как бы осуществлялась управляющей компанией муниципальным унитарным предприятиям муп управляющая компания и что значит было жильцы усомнились в том что компания управляет домом на законных основаниях и написали запрос главное управление регионального государственного контроля и лицензирование там значит дяди и тети провели проверку инициировали и в результате проведенной проверки муп управляющая компания выдано предписание об устранении нарушения обязательных требований при осуществлении деятельности по управлению мкд 116 со сроком исполнения до 17 января 2020 года с указанием провести следующие мероприятия самое главное это сделать возврат денежных средств собственникам нанимателям жилых помещений мкд 116 период с 1 марта 2017 года по 31 октября 2019 года это значит собственником либо нанимателям жилых помещений вот это с вот этого самого много квартирного дома на вскидку значит сумма которая здесь все крутится за этот период времени около 10 миллионов рублей самое что примечательное деньги данные в любом случае даже если люди не платили муп управляющая компания средства эти деньги все равно мыльным пузырем повисают понимаете в воздухе вот эти вот пресловутые 10 миллионов они висят в виде исковых производств вот и уже часть денег пускай даже небольшая она уже взысканно ну это же незаконно вот я обещал вам шаблончики для возврата средств и еще там по теме эти шаблончики будут самое ближайшее время размещу их на значит хостинге вконтакте под своей учетной записью там значит я там тоже есть роман зайцев также как в одноклассниках сегодня что хотел показать кроме всего прочего управляющая муп управляющая компания также значит она есть директор яненко наталья алексеевна и очень интересный горячий пирожок 12 февраля 2020 года у нас появилась николаевский новое юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью служба текущего ремонта и директор яненко наталья алексеевна стоп что-то не так вернемся в моб и посмотрим директор яненко наталья алексеевна на получить выписку и по второму случаю тоже получить выписку так прошу прощения страничка не обновлялась некоторое время но заодно посмотрите как здесь можно все это дело искать на амуре так вот она так это не то служба текущего ремонта так а вот она все получаем выписку так и теперь давайте открываем один файл и открываем второй файл так теперь смотрим значит первое муп управляющая компания что у нас здесь ну сами прочитаете да смотрим так уставной капитал это все 4 миллиона 110 тысяч так яненко наталья алексеевна это в должности директора учредитель городское поселение город николаевск на амуре николаевского муниципального района хабаровского края номинальная стоимость доли этого учредителя 1 миллион рублей в рублях так понятно да ведь деятельности аквет 6832 1 управление эксплуатации жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе на это дело должна быть лицензия и в лицензии должны быть вписаны дома в чем был сыр бор собственно да что на управление данного дома вернее данный дом не был вписан в лицензию это основное основное было нарушение так двигаемся значит дальше смотрим теперь юридическое лицо которое было создано от обратите внимание все выписки вот они я вот их поднял сегодня так сегодня у нас правда 21 уже но здесь время по москве 20 02 2020 так дальше смотрим значит так общество с ограниченной ответственностью служба текущего ремонта ооо стр стр так смотрим дальше так уставной капитал здесь уже собственно говоря тут уже как и у всех кошек наверное будет так где он а вот он 10000 рублей так директор тот же самый да что и в муб вот сравниваем яненко наталья алексеевна так и не тут уже во она уже генеральный директор и у нас меняется учредитель это иваницкий андрей владимирович вот здесь мы сейчас будем находить очень интересные вещи так это же аквэк 68 32 1 управление эксплуатации жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе так ребята что происходит так прошу прощения за дискриминацию ребята и девчата что происходит происходит следующее муп находится сейчас в состоянии банкротства процедура это будет длиться еще несколько месяцев сейчас у нас уже назначен конкурсный управляющий а в это время ооо стр который сейчас я вам показал она будет осуществлять так сказать управление всеми этими домами понятно да то есть опять накопительная часть пойдет по нулям опять значит если дома не будут включены в лицензия скорее всего дома очень многие не будут включены в лицензию по управлению домами опять значит данная неразбериха будет раздувать мыльный пузырь мнимого долга понимаете какая интересная ситуация но пирожки горячие на этом не заканчиваются и плюшки еще есть смотрим вот такую штуку а может ли директор муниципального унитарного предприятия быть одновременно директором общества с ограниченной ответственностью давайте посмотрим и вот есть такой федеральный закон 161 фсз от 14 11 2002 с дополнениями вступившими в силу 8 января 2020 года статья 21 пункт 2 руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем участником юридического лица занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах органах местного самоуправления коммерческих и некоммерческих организациях кроме там деятельности преподавательской научной ппп таким образом здесь наблюдается явное нарушение фсз 161 пункта 2 статьи 21 что за это может быть плохого если руководитель такого мупа является учредителем и действующим участником о является ли это нарушением так но здесь он не является учредителем да а действующим участником о так статья 527 кодекса об административных правонарушениях открываем эту статью и смотрим что это такое так еще раз 527 club а квота надо 527 так ну минимальное что это влечет предупреждение или наложение административного штрафа вот значит на должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей вот и получается так для юридических лиц тоже от одной до пяти тысяч рублей и значит на юрлиц конкретно так от 30 до пятидесяти тысяч рублей значит здесь можно значит налипнуть физлицо попадает где-то от 1000 до 5 и юрлицо попадает на штраф от 30 до пятидесяти тысяч рублей вот мне говорят что в феврале грибов нет но мне вот интересно где те вот лица которые вот эти все вещи сейчас так ловко затевают где феврале они набрали мухоморов и вот наелись они их что такие вот они допускают четкие ляпусы то есть все прямо все идет против закона все в разрез законодательством и как бы вот рекомендую даже не знаю как правильно сказать рекомендую или нет посмотреть вот на сайтах вообще в онлайн справочниках вообще данные помог управляющая компания вот тут и по конкурсным управляющим то что уже назначен у нас по муп управляющая компания назначен уже такой щеткин дмитрий олегович кстати витеб с буковкой и и прям не щеткин а щеткин вот посмотрите вот разные справочники что как это все работает и так вот еще хороший сайтик тоже можно кстати поставить слежение за организацией ввести только нужно будет свой адрес и будет вам приходить хороший вот этот сайт мне нравится rus profile точка ру вот здесь и значит госконтракты и прочее можно также найти информацию долгового характера так и вот учитывая вот эти вот да вот эти вот интересности что и здесь и и и в значит в ооо и в муп его генеральный директор наталья алексеевна яненко у нас вот мне посоветовали написать вот сюда в интернет приемную прокуратура хабаровского края ну возможно кто-то это сделает быстрее и направит обращение здесь заполняется формочка значит две ссылки на документы вот эти вот прикрепляются конкретно или просто можете можно прикрепить вот сюда вот прикрепленные файлы видите то есть два скачанных вот этих вот две скачанных выписки из реестра государственных лиц закрепляются вот сюда пишется адрес пишется сообщение пишется емайл фамилия имя отчества и вот этот вот капча вот это вот в w большая f маленькая 58 h английская и все это дело отправляется но вот последнее время только вот этот сайт прокурор хбр точка ручет то он плохонько работает скажу вам вот значит вопрос с мухоморами феврале повисает в воздухе а вам рекомендую последить вот за этими управляющими компаниями что они будут в дальнейшем делать так что вот муп управляющая компания постепенно переползает в о служба текущего ремонта и я думаю что нарушение остаются останутся кстати в силе и пузырь вот этот мнимого долга будет продолжать раздуваться роман зайцев живу на dv ссылочки значит я вам шаблоны подготовлю в ближайшее самое время и будет размещено на страничке вконтакте так пока все думаю извините что возможно видео такое довольно длинное пишите комментарии задавайте вопросы будем работать вместе и очень прошу откликнуться если таковая есть группа активистов сибирская 116 мкд можете значит на электронную почту можете позвонить по телефону можете прямо здесь в комментариях писать если хотите сохранить инкогнито то пожалуйста на почту или в одноклассниках в личке можете меня со мной связаться так ну все что сказать еще интернет содержит очень много информации и полезной и насущной поэтому пользуйтесь интернетом отслеживайте изменения и становитесь юридически грамотными роман зайцев живу на dv всем пока и в в в в в Продолжение следует...